Еще год назад Михаил жил как обычный парень. Работал, помогал матери по дому, воспитывал младшего брата. Но несчастный случай на производстве в корне изменил его жизнь. 8 апреля 2015 года 26-летний Михаил Ефимов во время строительных работ сорвался с 9 метров высоты. В результате падения он получил множественные травмы позвоночника, которые приковали его к постели. Это ставится на каждое тело. Хоть сюда его ставишь, хоть на ножки его везде ставишь. И спустя больше года мама парня Светлана Ефимова не теряет надежды поставить сына на ноги. Говорит, уже обошла все инстанции в попытках вылечить Михаила. Проходили обследования в Тимиртау-Караганде, но лечения результата не принесли. По словам Светланы Ефимовой, попыталась получить квоту на лечение сына в Астане. Но в бесплатной реабилитации ей отказали. Вот они написали, что с выпиской пациентка ознакомлены, что у пациента нет реабилитационного панциала на восстановление утраченных функций. Вот он их приказ, что нас туда не хотят они брать. Но так просто сдаваться Светлана Ефимова не собиралась. Она решила положить сына в столичную клинику на платной основе. Но выставленный счет ее шокировал. После этой бумаги мы звоним туда, в Астану, спрашиваем, сколько у вас будет положить его. Они говорят, день стоит 16 800. Я говорю, что туда входит? Они говорят, все входит, и лечение входит, и массаж входит, и то, что он там лежать будет, питание, и обследование. Все идет 16 800. Я поехала туда, все документы привезла. Они опять снимок посмотрели только. Да, мы беремся за вас, но один курс – полтора-два миллиона. И таких дорогостоящих курсов реабилитации Михаилу необходимо пройти минимум три. Притом врачи не дают никаких гарантий, что лечение поможет. Такое положение дел не устроил Светлану Ефимову. И женщина стала искать другие способы поставить сына на ноги. И вскоре нашла. Говорит, связалась с китайским медицинским центром в Урумчи, где ей пообещали, что смогут вылечить ее ребенка. Но на это необходимо около 8 миллионов тенге, которых у нее попросту нет. Я прошу у города помощи, кто недобродушный, помочь в сборе денег моему сыну, чтобы его увезти в Китай.